Синьор Гонзало Синьор Гонзало Если говорить про птиц, это может быть, например, калибри. Пление необходимо для размножения, для того, чтобы появлялись ягоды. Происходит это следующим образом. Есть цветок. Из цветка пыльца попадает на рыльца пестика. И происходит оплодотворение. Еще очень интересно, что мне понравилось в этой истории. Что, оказывается, бывают случайные скрещивания. Например, случайно может абсолютно скреститься робуста и может скреститься арабика. То есть они вместе и может появиться что-то нечто новое. Например, как это произошло когда-то давно и появилась тимор. Арабика может случайно опыляться с соседней другой арабикой. И будет происходить новые мутации. Например, у Синьора Гонзало здесь происходит новая мутация. Мы уже встречаем гейшу, которая уже не красная ягода, а уже желтые ягоды. И Синьора Гонзало говорит, что это единственная гейша желтая во всем мире. Что тоже достаточно интересно. Еще даже не пробовали эту гейшу, но очень хочется попробовать. Еще что интересно, что пыльца арабики должна быть именно с этого же дерева. То есть не с чужого дерева, а именно с этого же дерева. И только тогда произойдет оплодотворение. Но иногда бывает и так, что рядом стоит другая арабика. Пыльца прилетает. Но это очень редко. Пыльца приживается. И происходит новая генетическая мутация.